Приветствую вас, шансы есть всегда. Женщина, ваша невеста сейчас просто-напросто сомневается в том, что вы к ней относитесь как-то добросовестно, сомневается в том, что вы к ней искренне, с ней искренне. Сомневается в том, что она для вас единственная, ну и так далее. И вам в этой ситуации желательно бы сделать, на самом деле, следующее. Просто проявить такую настойчивость, напористость, убранство и, в общем-то, игнорируя то, что она вас, ну, недостаточно расчопняла, игнорируя то, что она не хочет сейчас с вами мириться, вы просто возьмите все свои руки и сами с ней помиритесь. Да, то есть, то есть, сделать так, чтобы у нее, прям, не осталось выбора, чтобы, вот, прям, ну, вот, прям, идти к ней и сказать, я тебя люблю, например, я хочу быть с тобой, я не позволю какому-то обстоятельству глупому нас разлучить. Ну и было бы неплохо, если бы вы объяснили ей, если бы вы, объяснили ей то, наши, если бы вы объяснили ей то, что, почему вы так сделали, почему вы так поступили, что заставило вас и так далее. Ну, только обязательно учтите, что, обязательно учтите, что повторять нужно будет несколько раз, повторять нужно будет далеко не один раз, не два раза, не три, вам придется раз за разом это объяснять ей, вновь и вновь, снова и снова, потому что для нее это, определенно, очень-очень-очень негативный момент, негативный момент. И если вы хотите, чтобы она к нам вернулась, если вы хотите, чтобы у вас с ней все было хорошо, ну, постарайтесь тогда запастись терпением, допустим, посмотрите, что можно взять для нее, чем можно ее задобрить, чем можно ее, как бы, вложить, посмотрите, что можно для нее совершить, что можно сделать, и, собственно говоря, все вместе, используя весь этот архинал, включая свою настойчивость, включая свое терпение, спокойствие, понимание того, что девочку действительно это очень сильно задело, вот просто-напросто следуйте такой линии поведения. Далее, зачем вы отвезли шоколадку под подруге детства? Ну, в каждой концов, ее можно было передать, ее можно было переслать. В каждой концов, вы могли бы сперва предупредить с вами детство, сказать ей о том, что, знаешь, там, подруге детства, хочу отвезти шоколадку. Хотя, если честно, отвезти шоколадку подруге детства. Как я понимаю, речь идет о машине, то есть, вы отвезли ее, шоколадку, то есть, на своей машине. Ну, знаете, тот случай, когда средства, наверное, не оправдывают результат. И вам бы, по-хорошему, надо быть, ну, в этот момент для себя как-то выяснить, хотя бы для себя. Определиться с вашими мотивами, для чего вы это сделали, для чего вы решили так поступить. И после этого, когда вы более или менее конкретно для себя определите, вот уже постарайтесь объяснить это невесте. То есть, ходя дорогом снова и снова, рассказывайте ей, убеждайте ее только здесь, это только так. Убеждать, убеждать и еще убеждать. Других вариантов, к сожалению, нет. Если бы женщины как-то по-другому воспринимали бы то, что им говорят, то тогда бы, может быть, у вас и был бы шанс. Но, к сожалению, вот другого шанса у вас нет. И женщины, к сожалению, опять-таки еще раз скажу, к сожалению, по-другому никак не воспринимают то, что им говорят мужчины. Особенно любимые мужчины, особенно мужчины, ну, которые собираются с ними вступать в серьезные отношения. Я думаю, что именно так можно ответить вам на ваш вопрос. Я думаю, что, ну, думаю, что вам нужно поступать именно таким, именно таким образом. Именно вот подобным образом вам нужно поступать. И тогда у вас, я полагаю, у вас все получится, у вас появится реальный шанс вернуть свою девушку. Только если вы будете вести себя топористно, в стилеустремленно, упрямо, и будете убеждать ее в том, что почему вы это сделали, зачем вы это сделали, для чего, для чего, для чего и тогда. И не обращать внимание на то, что она хочет вам нарезать. Ну, серьезно, если у вас действительно было намерение составить семью, то вот так просто это намерение не исчернет. Вы просто отравите свою мужскую плетность, отравите свое клянство, и верните девушку, завоюйте ее вновь, представьте себе, что вам нужно. Вам представился случай, вновь заново, по новой завоевать свою женщину, которая была вашей, но теперь вот в результате такого инцидента она может перестать быть вашей. То есть все сейчас в ваших руках. Сейчас на прощении есть. Если вы грамотно подойдете к тому, что девушка любит, когда грамотно подойдете к тому, что ей нравится, и грамотно будете выстраивать свою модель поведения, то есть не вступая в конфликт, не вступая в ссоры, вот ничего такого, если делать вы не будете, то все у вас будет в порядке, я более чем в этом уверен. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Могу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok